Олег, я вас приветствую. Мы уже в эфире, да? Мы уже в эфире. Я вас тоже приветствую. Я вас приветствую главным образом, как художественный руководитель театра имени Ермова. Скажите, пожалуйста, в театре мыши есть? Вот это да. Ну, старое здание. Ну, должны быть. Должны быть. Я не видел, но должны быть. Не хотите кота завести там для охоты? Нет, вы знаете, хотя очень во многих театрах, кстати, есть коты. Их берегут. Считают, что если их выгонишь со сцены, то это плохая примета. Это еще знаменитая история с Товстоноговым. С БДТ было связано, когда ему сказали, что он заорал, что это за кот там сидит на сцене. Мы сказали на следующий день, что Гюришн, что вы делаете, это плохая примета, это нельзя. И кот на следующий день идет по параду, по портеру, по проходу мимо Товстоногова, пытается залезть на сцену, у него не получается. Он прыгает, прыгает и разъяренный Товстоногов кретит. Но поможет Тони котенку на сцену забраться? Да, ну, вам-то я не предлагаю, потому что у вас собака, да? У меня собака, да. Ну, какая, кстати? Йорк. Йорк? Ну, такой, знаете, большой. Они бывают большие, многие малюсенькие, а это такой серьезный парень. А как зовут? Нафаня. А вот это вот зовут ассоль, животное. Оно, в общем-то, фактически бездомное. Мы пытаемся его пристроить, поэтому, если у вас там кто-нибудь захочет... В театре. В театре, да. Найдет применение вот этой вот девушки и годик всего, то мы ее отдадим в хорошие руки. Или же мы ее отдадим кому-нибудь из зрителей. Внизу появляется время от времени адрес, наш в Фейсбуке и в Твиттере. Стучитесь туда, и ассоль будет ваша. Вот, не пожалеете. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.